В лесу, в парке, на пикнике и на даче клещей можно встретить везде. Члены-стоногие уже вышли на активную охоту и ищут новых жертв. Насколько опасны они в городе или на природе? И как от клещей защититься в сюжете Натальи Чекет. Выходные, хорошая погода, время, когда многие отправляются для отдыха на природу. Как раз здесь и таятся известные кровопийцы-клещи. Пик их активности в Тверской области приходится как раз на май-июнь. При любом укусе клеща требуется немедленное обращение в медицинскую организацию по месту фактического пребывания. Там вам окажется необходима медицинскую помощь и назначат специфическое лечение. Специалисты не рекомендуют самим вытаскивать клеща. Однако, если члены-стоногие впился, а возможности обратиться в больницу или травмпункт нет, можно попробовать избавиться от него своими силами. Есть в аптеках, сейчас продается много приспособлений по типу отверточек, которые позволят вывернуть его. То есть, самая главная задача не повредить самого клеща. Если он будет поврежден, исследование клеща не будет информативным. То есть, лаборатория просто не возьмут его. После удаления клеща его необходимо отнести на исследование, чтобы выяснить, является ли он переносчиком энцефалита или других опасных заболеваний. Раздавливать клеща специалисты ни в коем случае не рекомендуют. Всего насекомое проверят сразу на 4 инфекции. Исследуемые клещей на такие инфекции, как клещевой энцефалит, клещевой баралиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. После доставки клеща в лабораторию мы переводим его на первый этап. Анализа — это пробоподготовка. Пробоподготовка заключается в дроблении клеща. Далее пойдет выделение. На этом этапе выделяется ДНК, РНК. Дальше завершающий этап — это амплификация. То есть, там уже по конечному итогу получим результат. Что-то обнаружено или нет. Если баралиоз, хоть и трудно, но лечится антибиотиками, то от энцефалита лекарств нет. Поэтому хорошая защита от него — это прививка. Специалисты советуют сделать ее заранее, чтобы организм к сезону уже был готов. Курс вакцинации состоит из двух доз вакцины. Минимальный интервал между двумя дозами — один месяц. И в течение двух недель формируется иммунитет после второй прививки. Поэтому делать, конечно, эту вакцинацию нужно заранее. Наиболее оптимально делать зимой и осенью. Но можно и в начале эпидемического сезона, то есть по весне, начать сделать эту прививку. И так рассчитать, чтобы к началу теплого сезона, когда растает снег, уже иммунитет был. То есть если планировать наперед, на следующие годы, то лучше делать, конечно, в холодной сезоне. Избежать встречи с клещами можно, если не посещать потенциально опасных мест. Или соблюдать элементарные правила. Отправляясь на отдых, нужно надевать одежду, максимально закрывающую тело, а также головной убор. Лучше светлого цвета, так клеща можно заметить быстрее. А во время прогулок в лесу или в парке нужно регулярно осматривать себя и тех, кто отправился с вами. Желательно каждые 15-20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok